так из того что я помню строительные юниты все-таки генерируют металлу а не внушки ну только вот команда наш генерирует энергию и металл а строители ничего нет и генерируют хотя возможно так и должно быть да ну почти они закончили давайте сейчас построим добытчик металла помогайте ребята в принципе единственное что я вижу у нас нужно всего совсем чуть-чуть металла и очень много энергии построили при этом вроде бы всякие турельки огромные пушки они металл не используют они энергию не используют по статье очень много мы вот мы не мы В последний случай оставляем. Устроили очередное. Переключаем. 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 Приезжаю. Переключаем. Продолжение следует... 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 Это я не знаю, что это вообще сбалка. Так, если у нас пара самолютиков, еще в таком-то таком-то нет. Попробуем открыть его. Упс. Делаем полу в параде. Кстати, она не запомнила. На карте 40. Если мы обнаружим противников, то у нас не запоминается. В принципе, здесь боты ничего не строят. Это у нас кто? А, нет, башенки. Кстати, башенки он нам не показывает, почему-то не показывает. Да... Покажите, что 5-9-го рада. Очень сильно неображает. Так, хватит. Позетчиков. 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 Это и фабрика... колёсな техники. И танков. Есть фабрика bota. Я не вижу или нет. Позетчиков. Это боты. Это шагающие единицы. Здесь прихота. 'm potential but. это экстрактор еще один Так, из интересных моментов, на продвинутых наземных, продвинутые наземные фабрики не могут производить, по-моему, что там, противовоздушные единицы. Они, как разводят, уже не помню, было ли такое в других версиях, типа Total Integration или Supreme Commander. Так, что есть. В принципе, строители вообще никак не отличаются. Единственное отличие, что базовые строители, Fabrication, Peningle, тут на спот, соответственно. Так вот эти строители могут строить продвинутые версии фабрики, из которых они вышли. Больше эти строители вообще никак не отличаются. Кстати, единственное, может, отличие, еще я их не проверял, это... Так, это нам обычно нужны. А, да, еще продвинутые не могут строить обычные. Так, это не удивительно. Так, попробуем морской еще построить. Может, морские еще отличаются. Вот так. Венеджи, Веникл, Бот, Э, Навал. Простите за мой английский бель. Так. Ну, ребята, помогайте. Так, ну, здесь пока выбор у нас невелик. Легкий разведчик. С легкой пушкой. Только по земле бьет. Скитер. Спиннер. Это у нас противовоздушный самолет. Колесная техника противовоздушная. И танчик. Который у нас против земли, против воды. С ботами та же история. Умеем одного противовоздушного и один универсальный. Так, тут у нас что мы? Фабрикейшн шип, фабрикейшн сап. О! Здесь у нас может быть разнообразие. Это у нас подлодка строительная и строительный корабль. Посмотрим, что такая у них нравится. Помогайте, ребят. О, у нас опять не хватает. Что, кому-то отменю, прокас? Здесь. Давай, струй. А, или он же постаруй. Все равно. Ага. То есть, что он уперся? Что-то ему помешали. Ну, давайте, ребят. Ну, уже, должен. Так. У нас фабрика сразу показывает, что у нас можно строить. Вот так. У нас мобильная артиллерия, дальнобойная против воздуха и против кораблей. Кстати, по-моему, они пофиксили. Вот, если вы видите, энд антишип бот. Вот, просто не показывался. То есть, был энд анти. Анти. Ладно. И сламмер. Продвинутый. Атакующий. Сильные противоинназемные противокорабельные лазеры. Заметьте, ничего про противо воздух. Ничего не скажешь, не скажешь, не скажешь, не скажешь.